Добрый день, уважаемые коллеги, товарищи генералы, адмиралы, товарищи офицеры. Сегодня мы по традиции подводим итоги работы за год. Он был насыщен событиями и показал своевременность начатой работы по переоценке современных угроз и их учёту при модернизации всей военной организации государства. Международный терроризм всё больше становится фактором глобальной политики. И для эффективной борьбы с ним нужна не только коррекция доктринальных документов, но и оптимизация самой структуры вооружённых сил, более эффективное взаимодействие армии с правоохранительными и другими силовыми органами. Скорректированная концепция национальной безопасности должна стать и базой, и первым шагом в работе по этому направлению. Однако государству уже сейчас, а не завтра, нужны вооружённые силы, такие, которые надёжно гарантировали бы безопасность нашего государства. Требуется самое серьёзное отношение к соединениям и частям постоянной готовности. И адаптацию действующей армии для решения всех этих задач надо вести прежде всего в рамках основ государственной политики по военному строительству на перспективу до 2010 года. Этот документ – один из основополагающих. В равной мере такой подход относится и к государственной программе вооружения. Сразу же хочу подчеркнуть, что, несмотря на наши усилия на антитеррористическом направлении, если наши войска, наши вооружённые силы не будут иметь того, чем гордятся ведущие военные державы мира, то грош цена будет и всем нашим усилиям на самом актуальном направлении, на направлении борьбы с терроризмом. Товарищи генералы и офицеры, из достигнутого в текущем году хотел бы отметить следующее. Первое. В бюджете следующего года впервые раскрыта большая часть расходов на национальную оборону. Я думаю, что вы согласитесь со мной в том, что сделано это прежде всего для самой армии, для вооружённых сил. Под контроль общества должны быть поставлены средства на денежное довольствие, на оплату коммунальных и транспортных услуг. Полагаю, что такая политика открытости будет работать на эффективную модернизацию вооружённых сил. Второе. Вы знаете, социальные проблемы военнослужащих обсуждались 21 ноября на заседании правительства. В этом году произошло улучшение финансового и социального положения военнослужащих и ветеранов вооружённых сил. Более чем в два раза повышены оклады по воинским должностям. Денежное довольствие военнослужащих увеличилось в 1,6, в 1,8 раза. Конечно, конечно, этого увеличения недостаточно для того, чтобы можно было говорить о благополучном социальном положении военнослужащих. Но я думаю, что движение в правильном направлении очевидно. Мы и дальше будем делать шаги именно в этом направлении, в направлении улучшения социального положения военнослужащих и решения накопившихся проблем. В этой связи задача Министерства обороны и его органов на местах – это организация чёткого контроля за выделенными средствами. Вам вполне по силам исключить злоупотребление и сделать прозрачным процесс расходования денег. К сожалению, до сих пор часто даже само Министерство обороны не знает, куда эти средства направляются, выделяемые государством. Это тоже факт. Многое нужно сделать в этом отношении. Этому должен способствовать и перевод всех бюджетных счетов Минобороны в федеральное казначейство. Третье. Трудно, но всё-таки идёт начавшийся в сентябре этого года эксперимент по изменению принципов комплектования и формирования контрактной армии. Некоторые результаты эксперимента Псковской воздушно-десантной дивизии уже дали почву для корректировки первоначальных подходов. Четвёртое. Несколько слов о кадровой политике. Хотел бы отметить, что в этой аудитории мне уже дважды довелось делиться оценками на этот счёт. Замечания, в частности, касались подбора расстановки и повышения ответственности высшего и старшего офицерского звена. Мы, в том числе, критически говорили о завышении возрастной планки для части высших офицеров, об отсутствии ротации между Центральным аппаратом Минобороны и воинскими соединениями и объединениями. Отмечу, что необходимые выводы Министерство обороны всё-таки сделало. Знаю, что в последние месяцы были предприняты серьёзные шаги по повышению дисциплины в войсках и искоренению случаев неуставных взаимоотношений. В этой связи прошу уделить особое внимание предупреждению и пресечению воинских преступлений, в первую очередь связанных с применением оружия. Рассчитываю, что в ближайшем будущем будут предприняты меры по укреплению дисциплины и улучшению кадровой работы в вооружённых силах. Также отмечу принятые правительством по инициативе Минобороны решения по совершенствованию работы военно-учебных заведений, улучшению системы управления ими. Эту деятельность следует продолжать. Даже такие простые меры, как недавнее возвращение военным вузам прежних почётных наименований, думаю, многие согласятся со мной в этом зале, работают на общее дело укрепления вооружённых сил. Я остановился лишь на самых основных направлениях работы. Полагаю, что в ходе совещания мы сможем обсудить и другие вопросы. Главное, чтобы наша работа способствовала решению задач, которые стоят сегодня перед вооружёнными силами России. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Спасибо.